Доброе утро! В данный момент идет голосование «Лучший лектор» Первого МедТВ. Огромное количество совершенно замечательных спикеров, за которых вы можете проголосовать. Зайдите на сайт, зарегистрируйтесь и проголосуйте. В том числе там есть я. Ну а у нас в гостях сегодня с утра прямо Михаил Югай, заместитель генерального директора фонда Международного медицинского кластера. Миш, доброе утро! Доброе утро, Константин! Что творится? Заместитель. Буквально полгода назад открываю, как обычно, социальную страничку и смотрю. Югай Хайрулин. Хайрулин Югай. Что это была за рокировка? Ну, две мысли, два объяснения. Первое объяснение, что у любого проекта есть этап развития. Первый этап развития, особенно у нашего проекта, который был совершенно новый, как для России, так и для мира. Первый этап был эвристический. Когда не очень понятно, что делать, перед тобой пустыня, тебе нужно выбрать направление, ты можешь пойти направо-налево, найти какое-то нужное направление, которое быстро приведет к эффективности. Это эвристика, это мой океан. Мне очень нравится действовать в условиях высокой неопределенности. Но после того, как путь уже выбран и самое главное, достаточное количество строительного материала уже собрано для того, чтобы построить нам вот в этой пустыне какое-то здание, нужно четкие алгоритмы, четкие процессы. И вот то, что мы называем действительно искусством менеджмента. Мы с Ильдаром знакомы 9 лет, насколько я помню, очень большие друзья. И Ильдар в управлении именно процессным, таком, уже таком алгоритмическом управлении, он, конечно, один из лучших людей в России, конечно, гораздо лучше меня в этом смысле. Поэтому в этой комбинации, когда он возглавляет фонд и выстраивает работу в соответствии с его компетенциями, она будет намного эффективнее. Вот мы посидели, подумали. В общем, давно мы про это уже говорим. Мы считаем, что это эффективно. Это первый момент. И второй момент. Я всегда декларировал, декларировал, вернее, убежден был, что в современной действительности невозможно, когда один человек руководит и принимает решения в таких сложных проектах. Мы видим опыт, прежде всего, например, Западной Европы. Мы говорим про управленческие команды. Я про медицину говорю. Это не только медицину, это принято во всем мире, во всех сферах бизнеса. Мы говорим про управленческие команды. Мы не говорим про одного человека. И это и эффективнее, и легче людям, потому что люди в группе берут на себя ответственность. Это более быстрый и для них, наверное, легче принимаемый путь. И плюс, конечно, соединение компетенции. Поэтому я говорю, что, коллеги, я называюсь генеральным директором, или Эльдар называется генеральным директором, только потому, что у нас в штатном расписании есть такая строчка. А по идее сегодня должно быть несколько руководителей, которые в одной команде, соединяя свои компетенции, приходят к синергетическому результату. Ну, наверное, вот такое объяснение необходимо и достаточное. На самом деле это вызывает большое уважение. Я абсолютно серьезно и честно. Потому что для нашей страны, на мой взгляд, это нестандартное решение. Потому что, коль ты оказался уже на месте президента компании или директора, то ты это место не будешь не отпускать никогда. Вот как-то так принято у нас. На самом деле это действительно опыт зарубежных компаний. Есть ряд фармацевтических компаний, очень крупных, мы их не будем называть. Есть ряд компаний, которые выпускают медицинскую технику. И они такие перестановки делают постоянно, чуть ли не раз в полгода. При том, что они меняются, и рокировка может быть от топ-менеджера до обычного менеджера, чтобы он просто посидел на этом месте и попытался принять вот это управленческое решение. Что это за опыт? Потому что я-то о нем знаю, но многие даже не представляют, что такое возможно. Я абсолютно убежден, что будущее за управленческими командами, а за не индивидуальным управлением. Вчера ты опубликовал пост очень любопытный, достаточно кратко, но емко, что называется. Я тоже не так давно был в Южной Корее, был достаточно поражен тому, как семимильными шагами развивается медицина. И никак у меня пазл в голове не складывался, как у них это получается, за счет чего. То есть если с Турцией более-менее все понятно, как они сделали это за 10-15 лет, то с Южной Кореей все сложнее. И вот ты привел пример на том, что нам нужно на них равняться с точки зрения, может быть, набираться опыта, с точки зрения, наверное, управленческой модели. Что у них не так, как у нас? Вот этот вопрос, мы в этом едины, мне этот вопрос не дает покоя уже два года, и каждую свою поездку или каждое общение я пытаюсь открывать. Понятно, что это не волшебные палочки, не одна причина, там много-много причин, но мне кажется, в базе лежало у них решение людей, вот такое консолидированное решение людей, что мы хотим жить по-другому. Потому что, разговаривали с посольствами люди, которые с нами близко работают, они рассказывали, что, как думаешь, Михаил, 30 лет назад Корея, что она экспортировала? Я говорю, ну, наверное, это компьютеры, калькуляторы и какие-нибудь там телефоны. Он говорит, нет, она 30 лет назад была всего два продукта, анчоусы и волосы для париков. Серьезную? Да, это была беднейшая страна, но потом мы просто решили, что мы не хотим так жить. А что это такое? 30 лет назад, я уже работал врачом, совершенно сознательно был в профессии, это совсем недавно было. Люди решили, что мы не хотим жить так, мы хотим жить по-другому, и дальше они начали искать пути, как по-другому им жить. И мне в этом смысле очень нравится, я, напомню, им говорил уже, но я повторю, это прекрасный пример. Они стали приветствовать любые идеи, неважно, откуда они происходят, направленные на экономическое развитие страны. Приходит человек и говорит, а давайте выпускать корабли вдруг. Сегодня мы знаем, что в крае сегодня 60% рынка высокотехнологичных морских судов. Приходит человек и говорит, давайте выпускать корабли. А ему говорят, нет, корабли это уже слишком такая идея какая-то завиральная. Too much. Да, too much. Мы никогда не выпускали корабли. Они говорят, подождите, мы же тазики делаем, ну делаем тазики, да, тазики делаем. Но что такое корабль? Это большой тазик. Если мы можем делать маленькие тазики, можем делать и большие. Это к подходам, да, то есть можно в любой ситуации, можно что-то придумать в очень даже, как оказалось, безнадежной, какое-то эффективное решение. Но прежде всего я вижу, что действительно это не риторика, не слова, что степень консолидации в медицинском сообществе гораздо выше. Если люди имеют разные мнения, то есть они прежде собираются, обсуждают, выбирают правильную дорогу, но если они договорились до чего-то, то они уже идут, идет подчинение мнению большинства или какому-то принятому мнению. И дальше они уже не отклоняются от намеченного курса. Они говорят, ребята, вот прям снаружи даже не очень глубокий взгляд на вашу медицину. У вас много прекрасных специалистов, у вас много прекрасных организаторов, но вы не консолидированы. У каждого свое направление, вы идете все в разные стороны, поэтому результат тоже, ну в общем, можно было бы, большой есть потенциал для того, чтобы достичь большего результата. Поддерживаешь ли ты фабулу, которую мы не просто придумали в прошлом году, а мы ее сделали, Let's Talk About Medicine, мы хотели Let's Rock, но мы его зачеркнули, как ты помнишь, но назвали Let's Talk. Собственно говоря, чтобы пояснить, это такое мероприятие, когда мы собираем врачей, журналистов, пациентов, вообще всех тех людей, которые интересуются на базе Сколково, и мы беседуем о очень сложных вещах, очень просто, такой human to human. И как мне кажется, это, как говорит современная молодежь, зашло. Вот современная модель поведения и общения, как ты считаешь, вот может быть, пора переключаться на эту Let's Talk About Medicine, а не старую модель, когда приходит академик, и все вот, поджав крылья, ноги, слушают, слушают, как про пророков. Я абсолютно убежден. Знаешь, вчера была сессия, и я рассказывал про те тренды, которые мы видим. Действительно, вот за эти три года мы довольно много ездили, мы смотрели разные клиники, мы смотрели разные системы, и на этом основании сложилось впечатление, куда, в общем, движется вот эта не система здравоохранения, а, может быть, я сказал бы, идея здравоохранения, знаешь, она проникает все больше и больше в головы в том виде, что люди действительно начинают воспринимать здоровье как свою собственную, даже не ответственность, а ответственность в этом есть какое-то что-то обязательное, да, люди начинают здоровье как какую-то интересную вещь, с которой можно работать, которую можно улучшать, с ней можно играть даже в какой-то степени. Может быть, как личная инвестиция, но, знаете, как это, что нужно людям, да, людям нужно все-таки позитивные эмоции и развлечений. Вот если раньше здоровье было какой-то такой территорией опасности, там, да, страха, немножко с негативом, то сейчас появляется позитив, сейчас быть здоровым. Первое, самое главное, это стало модно. Вот какая-то просто мода появилась на здоровье, вот, и появились, самое главное, инструменты управления, их все больше и больше, вот, когда люди могут действительно получить простые, понятные им инструменты, вот, для того, чтобы попробовать со своим здоровьем играть и его, не улучшать его даже, можно и улучшать его там, да. Есть слово, есть слово очень правильно, которое используется, как правило, для гаджетов, слово называется геймификация сейчас. Прекрасно, да, вот эта геймификация здоровья, здоровый образ жизни, и еще интересное, сейчас пошла мода на красоту, там, та же самая Корея, я когда первый раз приехал в Корею, я увидел очень много красивых людей. Но там это было всегда, в Южной Корее. Я тоже так думал, нет, я имею в виду, что было всегда, красивые люди были, или было... Стремление к красоте. Да, 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 стремление к красоте. Они говорят, это не, я думал, такие гены, я даже погордился, я думаю, ну вот такие у меня же гены, там, быть красивым. Они говорят, никаких ген, это целая индустрия, это и косметика, это и спорт, это и вот эти, как, чекапы там уже, которые все... У них пластическая хирургия практически на первом месте в мире. Пластическая хирургия, да, да. Вот, и быть красивым, это модно, а на самом деле самый простой путь быть красивым, это быть здоровым. Быть красивым изнутри. Изнутри, нет, но если ты изнутри красивый, ты и снаружи красивый, как правило, там, да. Вот, и вот это какой-то стало таким трендом, отчетливым совершенно, там, и мы сейчас видим это во всех странах мира. И я думаю, что следующий шаг, куда нам нужно развиваться даже в нашем проекте в Сколково, вот, нам нужно идти в сторону управления здоровьем, а он состоит из нескольких компонентов, там, да, это и управление здоровьем, там, да, это и улучшение, вот, функциональных способностей организма, вот, такое-то новое направление появилось, когда люди начинают, появляется спрос на методики, когда функциональные способности организма развиваются выше от, ну, как бы, от среднестатистических, там, да. Это вторая вещь. И третью вещь я обнаружил очень интересную, что пока мы все говорим про медицину, вот, даже вот сравнивать рынки, у нас как-то незаметно образовался рынок, он сейчас называется Wellness, это рынок, который включает и превентивную медицину, и управление здоровьем, и косметологию, и физическую, вот эти вот все, спортивную, как я не знаю, Wellness, спортивные центры. Очень шаткая тема, очень шаткая тема. Но, тема шаткая, она в самом начале, но этот рынок, при том, что инвестиции в весь рынок здравоохранения во всем мире оцениваются по 10 триллионов долларов, этот рынок уже сегодня оценивается в 4,5 триллиона долларов. 10 триллионов долларов? То есть рынок Wellness сегодня, это половина от всего глобального рынка здравоохранения. Это правда, это правда. То есть это огромный, это еще Глубой океан, пока еще там, да, вот, он не консолидирован, он разрознен, вот. Ну, понятно, что он симпатизируется, я думаю, нам нужно идти туда так же, как и в медицину. Скорее, да, но здесь есть один очень серьезный нюанс. Пожалуй, параллель будет следующая. Когда человек может себе позволить поехать в какую-то хорошую 5-звездочную гостиницу, хорошую уровневую гостиницу, он всегда обратит внимание, разумеется, особенно нашей красивой девушке на Wellness, на Spa и так далее. Миша, ты обращал внимание, сколько это стоит? Тот же самый массаж может стоить порядка 200-300 долларов. Маски стоят от 30 долларов, ну и так далее, так далее, так далее, так далее, так подобное. Это все-таки ниша достаточно обеспеченных людей. А эта ниша занимает, ну, в лучшем случае, даже в пределах Москвы 5-7%. Поэтому все-таки Wellness, это немножко та категория, когда мы себе это можем позволить. Она, разумеется, должна развиваться. Но если мы говорим про здоровье, это все-таки немножко другое. И как раз вот учитывая то, что ты был в огромном количестве стран, ты видел огромное количество систем, ты преподаватель высшей школы экономики, что тоже очень важно, потому что ты понимаешь эту систему. Вот честно, какая из систем тебя больше всего заинтересовала, то, что ты видел, и какая система действительно работает? Ну, по поводу изолированности рынка этого, там, да, сегодня он рассчитан на верхний слой населения, но когда-то, но это опять вопрос эволюции рынка, да, потому что когда-то мобильные телефоны тоже были рассчитаны на топ-топ, они стоили очень много денег и были рассчитаны на топ-топовую часть населения, да. Вот, сегодня продукт стал общедоступным, потому что, ну, такой маленький пример, я считаю, сейчас меняется философия бизнеса. Если бизнес раньше был нацелен на, многие бизнесы, скажем, там, были нацелены на максимизацию прибыли, то сегодня они, вот, большая часть успешных бизнесов, ты, наверное, со мной согласишься, они нацелены на максимально широкий охват, да, и, может быть, на получение по чуть-чуть, но от большого количества людей. Я думаю, что с этой сферой произойдет все то же самое. Значит, сегодня меня, ну, здесь сложно сказать, потому что, наверное, самое глубокое погружение у нас, вот у меня лично сегодня, в Южную Корею, я там был больше всего, я, ну, опять-таки, там все-таки и гены играют роль, наверное, да, вот, но корейская модель сегодня, мне кажется, очень эффективной, но, может быть, очень интересной для меня лично, да, потому что мне хочется жить в благополучной, богатой стране, вот, а Корея – это пример перехода от очень бедной страны к, по-моему, она там сейчас 11 или 12 экономика мира, да, хотя страна там микроскопическая, вот, за очень короткий период, это первый момент. Второй момент – система здравоохранения, то, что она находится в топе, в рейтингах тоже довольно короткое время, это тоже очень привлекательно, и третий момент, что Сеул очень сильно, мы живем в Москве, да, то есть у нас нет возможности воздействия, наверное, на всю Россию, у нас есть какая-то возможность, какая-то возможность влияния на Москву, и Сеул и Москва, они очень-очень похожи, там, да, по количеству населения, по инфраструктуре города, мне кажется, это очень релевантный пример для здравоохранения города. Поэтому, наверное, сегодня я хотел бы сфокусироваться на модели, на корейской, да, поскольку, там, думаю, что много можно инструментов, не придумывая чего-то нового, там, да, просто взять и перенести. И второй рынок, который интересует, вот, именно в плане wellness, самый развитый – это американский рынок. В общем, у нас сейчас два фокуса – изучить Южную Корею и Америку, и посмотреть, что мы можем здесь делать. Понятно, в чистом виде у нас это переносы не работают, там, да, здесь много психологии, здесь много традиционных каких-то вещей, вот, но адаптированные модели, они могут оказаться гораздо более даже интересными, чем те госпитали, над которыми мы сейчас работаем. С точки зрения Соединенных Штатов Америки, тут есть очень большой нюанс, на мой взгляд. Это, опять же, система страхования. Кстати, многие не знают, там достаточно сложная система страхования, и если кто-то думает, что вы приехали, вы застрахованы, и все вам там сделают, это абсолютно ерунда. Вот, вы достаточно должны неплохо зарабатывать, либо в очень хорошей компании работать, чтобы… И то, если вы, не дай бог, онкология, вот, то далеко… Просто это я поясняю немножечко для тех, кто считает, что все прекрасно, что даже если вы приехали, сдали экзамен «Юсмайл», то сразу там стали замечательным доктором, и все у вас будет чудесно. Не так. Значит, проблема в другом. В Америке очень много чего делают классно, и очень много технологий, которые используются так, как не используются вообще во всем мире, в том числе «Довинчи», которые делаются повсеместно при урологии, например. Но не считаешь ли ты, что это невозможно применить к российскому здравоохранению, потому что, ну, что это за система страхования должна быть? Или это, опять же, частная медицина? В большей части пока это отрасли, она существует в частном секторе, она не покрывается страховыми программами, и, наверное, это большой плюс, потому что, что такое частный рынок? Частный рынок – это то, что дает понимание, это маркер, если людям это нужно, то это работает, если не нужно, то не работает. Просто там это немножко раньше развилось, и в силу… Лет на 50. Ну, я не знаю, насколько я попозже, когда я изучу вопрос, я отвечу. Поскольку это развилось раньше, какая-то дорога пройдена, наверняка были какие-то ошибки, зачем нам их повторять, это первая вещь. И вторая вещь, конечно, американский рынок, он сегодня самый, наверное, значимый в плане вложений в российский девелопмент. Это да, это очень важно. Кстати, вот этот момент, если взять пример Гарварда, я достаточно часто привожу этот пример, потому что он достаточно уникален, и те фонды, которые существуют. У них есть вот тот задел, насколько мне сейчас известно, что там миллиарды уже идут в этом фонде, потому что они откладывают, 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 откладывают. Вот, собственно говоря, о том, о чем говорил наш замечательный Андрей Павленко, мы его недавно вспоминали, он тоже хотел как раз создать именно такой фонд, чтобы было для науки, мы могли денег откладывать. Не просто деньги пришли, мы их... Вот эта система, мне кажется, она очень правильная. Планируете вы какой-то в сфере кластера сделать что-то похожее? Мы не то, что планируем, мы считаем, что это как это, кондитус инкванон там, да? Вот, сегодня вся медицина базируется на, конечно, research development. Research development, он может начаться с государственного финансирования, но он, опять, вот по тому же признаку, как индикатор, что нужно и что не нужно, он раньше или позже, лучше раньше, он должен перейти в финансирование негосударственное, да? Конечно, конечно. Вот, поэтому мы рассматриваем как. Да, сегодня фонд международного медицинского кластера, он субсидируется во многом за счет государства, но я считаю, что этот период нужно максимально ограничить, да, это старт какой-то, да, без этой платформы, без финансовой поддержки такие проекты невозможно реализовать, но они в какой-то срок, желательно короткий, должны перейти на самоокупаемое, самофинансирование, тогда они будут, это условие, кстати, между прочим, да, того, что они будут давать продукт, который нужен, потому что если они будут давать продукт, который не нужен, это будет финансироваться государством дальше и дальше, но это неправильный модель развития. Поэтому наша мечта, не, не мечта, мечта это когда-то случится, наше стремление как можно быстрее уйти от государственного финансирования И перейти на финансирование. Это может быть из бизнеса, это может быть финансирование из венчурных компаний, это может быть финансирование из крупных корпораций. Но вот такая модель, мне кажется, она эффективна по природе, по своей. — Одна из задач хорошего руководителя — это коммуникация. 18-я ассамблея объединила огромное количество людей. Чем помогают эти коммуникации? Помогают ли они потом внедрить в жизнь те идеи, которые уже возникли? И почему ряд все-таки наших руководителей, может быть, еще с того времени, они отказываются от посещения больших мероприятий, не понимая того, что это очень важно? — Ну, я думаю, что здесь все люди разные, нельзя здесь какие-то под один стандарт всех подводить. Я хочу сказать по поводу этого мероприятия. На мой взгляд, я за себя же могу отвечать, с других как, оно прекрасно. — Оно прекрасно, потому что сегодня я пришел, я сегодня встречу людей из шести стран здесь, на этой площадке, там за один день. Иначе, чтобы их встретить, я сейчас очень сильно увлекся этой темой, вот превентивной медициной, управлением здоровьем, я встречу шесть признанных профессионалов, иначе мне нужно было бы, иначе мне заняло бы это несколько месяцев. Нужно договориться, поехать, найти время, встретиться, им найти время, мне найти время, там, да. Вот. В этом смысле эта площадка, она не то, что нужна, не нужна. Я не знаю, развиваться невозможно сейчас, да, потому что самое дорогое в современном мире — это время. Это как-то совершенно фантастическая экономия времени, это первая вещь, да. Вот. Вторая вещь. Здесь возникает объемный взгляд на мир, да, потому что все равно каждый человек живет в каком-то своем информационном пространстве, там, да, в каком-то своей капсуле, вот. А здесь эти капсулы, они объединяются в такую объемную фигуру, и ты вообще видишь, что системно происходит, да. А медицина сейчас, может быть, я не знаю, там, как ребенок растет, это незаметно каждый день, вот, но у нас это фантастический центр развития медицины, там, она меняется, естественно, какой там каждый год, там, каждую неделю, вот. И вот эту картину понимания вообще, куда все движется, оно очень-очень важно. Почему руководители не хотят приходить сюда? Мне сложно сказать. Мне это непонятно. С вами был заместитель генерального директа фонда международного медицинского кластера Михаил Югай. Мы работаем сегодня для вас последний день на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». С вами Иванов Константин. Не переключайтесь, мы с вами увидимся через, думаю, что часа через полтора.